Здравствуйте, уважаемые друзья! Как говорится, еще рано для сухих мушек, но кому хочется, я могу показать вам один из вариантов изготовления что-то среднего между ручейником или же каким-либо жучком из подручных материалов. Крючок я взял ЛС-1053В номер 18 так как изначально я его буду изготавливать для поимки очень-очень мелкой рыбы. Установил, небольшой закрепил вот такой кусочек пенки форма может быть любая главное, чтобы не был очень толстым. Мы с вами сейчас изготовим что-то среднее между эмеджером, который изготавливал с помощью полипропилена Роман Мозер Камарика и всего остального. Давайте теперь подойдем к материалам. Нить я использую самую тонкую, какую только возможно. В качестве тела я буду использовать вот у меня имеется вот такой набор антрона это синтетический материал разных цветов. Я подберу такой средний между серым и оливковым. Вы можете использовать любой материал любую полипропиленовую пряжу даббинг CDC можно допустим обмотать пером CDC но так мы уже с вами изготавливали поэтому я хочу изготовить немножечко в другом варианте. закрепим в качестве сегментации люрекс совсем небольшой вот такой кусочек много нам не надо прихватим и буквально сразу от загиба начинаем изготавливать наше тело возьмем небольшую щепоточку как и обычно у нас оно волокно штапельное нашего антрона подвожу до первого касания моего дабинга и теперь я начинаю скручивать дабинговую вот такую веревочку формируем тело не доходя до нашего места крепления полипропилена буквально совсем пару миллиметров полмиллиметра может миллиметр вот сейчас видно нам не забываем подкручивать и формировать тело вот столько нам уже будет достаточно как раз материалы лишние у нас не вышли оставляем здесь теперь с вами берем и в обратном направлении проматываем нашим люрексом закрепили остатки удалили самое теперь основное из чего можно изготавливать крыло крыло с вами мы будем изготавливать но немножко как говорится не традиционно но в то же время имеет смысл и в то же время уже проверено работает я взял хорошее вот такое перо перо можно брать практически любого оттенка главное чтобы были хорошие вот такие стекловидные бородки и не делал вырез а просто вот так подобрал определенное количество бородок которое мне необходимо и их теперь я закреплю вот здесь сверху так чтобы буквально пару миллиметров мои бородки выходили за край закрепили вот так бородки потом если по каким-либо причинам для вас они длинные или еще неровные можно спокойно потом взять и вот так осторожно подрезать ножницами у нас как всегда остаются остатки пера вот такие CDC которые вроде бы и можно применить куда-то но в то же время качество их не совсем хорошее поэтому я взял вырезал сделал вырез кости и подобрал перышки для крыла вот как в таком варианте допустим можно уже ничего не готовить мушка тоже будет рабочая но учитывая то что я хочу немножко ее приукрасить для себя и для вас тоже я подготовил вот такие вырезы наших перьев и теперь нам необходимо их закрепить на длину нашего основного крыла сверху вот так будет достаточно так как наше перышко не любит чтобы попадал клей я совсем капельку нанесу на нитку и обычно сделаю пару оборотов годится теперь мы должны с вами удалить остатки наших перьев и подумать из чего можно изготовить лапки лапки можно изготовить из пера можно изготовить методом обмотки мы будем изготавливать простым таким способом я нашел ну немножко более-менее так подходящая перышко которая само по себе достаточно ось крепкая и и хорошей стекловидной нашей формы годится как раз для обмотки теперь нам необходимо вот промотать окончательно потому что мы уже возвращаться к нашей грудке не будем нашу пенку промотаем перед хорошо закрепим теперь нам необходимо изготовить даббингом грудку учитывая то что как я вам уже говорил можно использовать вот наши перья такие и мы изготовим с вами из этого остатков пера изготовим себе даббинг я беру вот так нащипываю определенное количество сколько мне необходимо и креплю на нить закрепили и выполняем теперь обмотку подбираем вот так даббинг и обратно его на нить и проматываем теперь возьмем перодержатель и выполним буквально 2-3 оборота для того чтобы у нас появились лапки удалили остатки пера и теперь нам необходимо перевести нить к месту крепления наших крылышек остается только лишь взять вот так симпатично наклонить головку и слегка подтянуть буквально парочки оборотов будет вполне достаточно возьмем нанесем на нить теперь капельку клея так как в данном варианте нам затруднительно будет хорошо проклеить место крепления и выполним здесь завершающий узел учитывая то что нить наша проклеена поэтому буквально парочки и оборотов будет вполне достаточно и теперь остается самый основной момент это нам необходимо выбрать сколько вы сами решите столько и оставите допустим нашего полипропилена можно оставить весь можно отрезать вот так совсем немножечко и теперь самое основное это то что можно теперь нам подкрасить верхнюю часть так чтобы ее рыба не видит поэтому я обычно всегда наношу капельку флуоресцентного лака который имеется вот я сейчас вам покажу вот такой флуоресцентный лак и практически видно ну очень 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 издалека мою мушку можно даже взять нанести на головку как я обычно делаю или же на крыло как вам будет удобно учитывая допустим то что мушка у нас мелковатая как вы видите вот эта капелька у нас достаточно будет эффективна у нас получилось все что мы хотели есть достаточно эффективное крыло которое будет держать как вы видите вот если вам заметно оно имеет расцветку хорошую и плюс к тому же есть лапки хорошая плавучесть у нашей мушки помимо пера cdc еще плюс к тому же лапки и полипропилен довольно таки хорошо работает по любой белой рыбе какую только можно выманить вдоль камыша заливов где угодно эта мушка хороша тем что не надо нам проводить какие-либо разведки что там кормится или не кормится можно прямо забрасывать и проверять какая рыба будет реагировать на таких букашек которые падают в воду реагирует практически любая рыба пробуйте с разными расцветками в разных вариантах благодарю вас за внимание до скорых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...